ТОРГОВАЯ МАРКА Марочка ЛСД Добрый вечер Это будет трэш! Это будет трэш! Мне вот эта фигня мешает Распетушился и все свои комплексы Выплеснул наружу Той! Воронка Мне прям его уже слезно жалко Совместно с магазином Уцененный Гашиш представляет Я человек военный Я жду команды Ну а в целом печеньки в радость Ну колбасит, колбасит Вот как хочется это осуществить Тяньте зомби в сладость Мне готово Поехали Смотрите сегодня в программе Российские паспорта на оккупированных территориях Расскажем вам сенсационную абсолютно новость На Донбассе Начинают раздавать российские паспорта Что задумал Кремль и почему отмалчивается Путин? Сейчас тема паспортов была, значит, озвучена Да, ходят какие-то слухи Официальные лица не подтверждают По заветам Геббельса Как лидеры стран Северной Европы Все до единого Чуть ли не строим Прибыли в Петербург Как россиян от реальных проблем Милоновым отвлекали На депутата Госдумы напали А причем там, судя по всему, напала дверь на него И управляемый хаос Настало всего несколько дней До второго тура президентских выборов на Украине Чего ждет Москва от выборов в Украине? Россия поэтому должна не испытывать никаких иллюзий И чутко соблюдать свои национальные интересы Это антизомби Территория без пропаганды Никогда такого не было И вот опять Включаешь новости из младых недореспублики И просто получаешь удовольствие Ломать не строить Но и строить не ломать В свое время мы уже шутили Что в Дерляндии завели свой пробник Киселева А чему удивляться? А чему удивляться? И что бы вы думали? Ха, братцы, в Святой Луганде решили не отставать Топеречи и у них свой Киселев будет Это Вести недели Я, Дмитрий Киселев, добрый вечер Здравствуйте, это Вести недели В студии Сергей Колесников Ну как вам? Конечно, это дело вкуса Но лично нам кажется, что донецкий пробник пока обезьяничает лучше С другой стороны, это нам смешно А мужики карьеру делают Ну а шо, как могут, так и делают Может, вскоре и на корпоративы будут заказывать Как ставшую уже легендарной Юляху с антифашиста Черствый хлеб и чай без сахара В Украине ей стало дорого Такого мир еще не знал Террористов ИГИЛ Украина обошла на повороте Радов фактически утвердила смертную казнь для украинцев В общем, пока мы тут все клювами щелкали Юная нимфа, возглавляющая волгоградский фан-клуб Николы Бимбовича Азирова Нехило так поднялась Малютка, то рестораны рекламирует Я очень рада, открылось новое заведение Класс То детские праздники проводит Сегодня у нас, как всегда, веселый и яркий детский праздник Вот детские праздники – отличная идея Папашки как увидят шарики-фонарики телесного цвета Так их потом с утренников еще полгода не вытянешь Добро пожаловать! Отдыхай вместе с нами! Причем, что важно отметить в рубрике «Перевоплощение недели» Юляха была вовсе не одна В общем, наш старый знакомый красно-черный, но не бандеровец Бенес Внезапно решил проявить себя как самый медийный знаток истории Украины Украины как государства до 1991 года не было Справедливости ради надо отметить, что у пацана вполне себе серьезный подход к опросу Лекции-то еще с домонгольских времен Это вам не что-либо как? В домонгольский период существовало государство Русь И ни о какой украине или украинцах в то время вообще никто не ведал Хотя, с другой стороны, Бенеса тоже можно понять Если уже решил работать во фрик-жанре, ну как Басурин или Сладков, то надо соответствовать Ожидается прибытие дополнительных сил так называемых боевых пловцов американских морских котиков Со снаряжением, с экипировкой, с специальным вооружением Это диверсанты чистой воды Ведь давно известно, что фрик-жанр в молодых надореспубликах очень востребован И на нем можно протянуть, ну, очень долго А вот если сдуру топить зраду или, не дай боже, грозить властимущим папикам переворотом То запросто можно судьбу сотен российских добровольцев повторить Которые гниют на подвалах, если, конечно, еще не отправились к праотцам Там в тюрьмы наши добровольцы попадают, я так понимаю, граждане Украины и граждане Российской Федерации Да, многие из них до сих пор терпят жесточайшее издевательство Многие из них нуждаются в срочном медицинском лечении Там пытки, дзинданы, фактически подвальные тюрьмы Как известно, Россия своих не бросает Она их хватает, пакует и буквально по конвейеру отправляет И обратите внимание, это не наши выдумки, это сами боевики вещи Мол, поехали товарищи по зову сердца, увидели беспредел местных бандитов, а теперь ищи свящи их по тюрьму Они ехали идейные, они ехали реально защищать наш русский мир Их обвиняют в том, что они воспрепятствовали тем бандюганам, как правильно я уже сказал, проводить произвол В общем, такая республика настолько народная, что прям пальчики оближешь Ну а чтобы люди на оккупированных территориях не унывали Их, во-первых, продолжают кормить страшилками о зверствах каратель Женщина была у себя в ороде Огнем снайпера была ранена Где снайпер настолько снайпер, что аж с четвертого раза зачем-то попал в несчастную бабушку Снайпер произвел четыре выстрела, только с четвертой попытки попал в нее И ничего, что позиции ВСУ там реально через лук А фактически каждый жилой дом Александровки по этой улице облюбовали боевики До украинских позиций сколько примерно в расстоянии? Отсюда где-то метров двести То есть все как всегда и ничего нового Строго по методичкам четырнадцатого года Залезть к бабушке на крышу Лупить по укропам А когда, не дай бог, прилетает в ответ Быстренько начать визжать на камеру Алярм, алярм, фашисты по мирным людям стреляют Украинские вооруженные формирования ведут уже прицельный обстрел Не только со снайперского оружия, но и с обычного стрелкового По мирным жителям Ну а чтобы люди, которые живут в таком кошмаре, не уходили в беспросветную депрессию Добрые люди из Москвы их продолжают кормить надеждами На Донбассе начинают раздавать российские паспорта Это был 985-й раз, когда кремлевские кукловоды Пообещали оккупированной части Донбасса российские паспорта Впрочем, чтобы не быть голословным, мы покажем новости по годам Граждане ДНР и ЛНР смогут обратиться с заявлением О приеме гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке На заседании Государственной Думы вновь был поднят вопрос О выдаче паспортов граждан России Жителям Донецкой и Луганской народных республик Российская Федерация запустила процедуру упрощения получения гражданства Для жителей ДНР, ЛНР Ну что, ребят, довольны? Получили паспорта? И, конечно же, очередная порция обещаний по чистой случайности Началась прямо перед выборами в Украину Украину ждут сюрпризы от России перед выборами Это и есть тот самый сюрприз, который готовит Россия Собираются списки, пакеты, ну, список документов Для пакета, предоставляемого в специальные органы Для получения российского паспорта Причем в разгоне этой порции обещаний Задействовали все основные сливные бачки А так бывает лишь в одном случае Когда очень надо, чтобы посылы были услышаны Мы никогда не сдадим наших соотечественников Мало это, наши соотечественники должны быть уверены Что у них есть возможность получить российское гражданство По упрощенной схеме Та информация о возможной выдаче паспортов Она начинает подтверждаться Что скрывается за свежими сказками из Москвы? Вариантов может быть несколько Но важно понимать, в условиях кризиса Пару миллионов новых нахлебников в России точно не нужны К тому же, в случае массовой раздачи паспортов Пропадает любимая кремлевская байка О гражданской войне в Украине Гражданская война на юго-востоке Украины На Украине идет полномасштабная гражданская война А с тем учетом, что цари-бояре явно не будут что-то делать в ущерб себе То вполне возможно, они таки действительно дадут паспорта Но только тем местным топчикам Кого после слива Донбасса обязательно нужно будет выводить в РФ В первую очередь эти документы начнут получать представители госструктур И не надо думать, что выводить их будут в награду за преданность Нет, эти люди свидетели и непосредственные участники военных преступлений России А с украинским гражданством их придется выдавать В итоге кремлевает двух зайцев С одной стороны подчищает количество свидетелей в Гааге А с другой создает нужную телевизионную картинку Давно пора, давно пора раздать паспорта И многие местные бабушки будут готовы и дальше терпеть унижения Когда увидят, что кому-то там паспорта дали Ведь для России люди всегда были и будут не более чем расходным материалом В многочисленных и далеко не всегда успешных геополитических многоходовках Путина Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok